Сегодня мы размышляем о поисках любви вместе с хорошим человеком, ностальгируем по детству и украшаем ёлку ватными игрушками. Наблюдаем, как менялся образ человека в искусстве разных эпох, охотимся на ведьм и бесстрашно отправляемся на экскурсию в царство тьмы. Танец для меня — это терапия. Терапия ума и тела. Я отдыхаю, когда танцую. Я танцую и думаю, и в этот момент отдыхаю. Для меня танец — это просто какой-то космос, это что-то невероятное. И через него я могу жить по-иному, выражать себя по-другому. Молодой дуэт из Омска, Tumi Dance Company, представляет хореографический спектакль «Седьмая дочь». Спектакль про ведьм. И есть такое поверье, что если в семье рождается седьмая по счёту девочка, без мальчиков, если девочка-девочка-девочка, и седьмая — это дочь, то она будет ведьмой. Музыка 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 Бытует какое-то мнение по поводу девушек, что там худая ведьма, рыжая ведьма. Ну, какие-то зацепки. И какой бы ты ни была, что бы ты ни делала, на тебя в любом случае могут подумать, что ты по каким-то причинам якобы какая-то там ведьма. По факту просто мы все обычные люди, и что-то с нами каждый день происходит. В этом нет никакой определённой мистики или пустырь-гриста. Музыка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Телеканал «Продвижение» в Новосибирске. Наша съемочная группа работает над фильмом о похоронной индустрии. Именно здесь находится ближайший к Омску крематорий, а также уникальное для России место – музей мировой погребальной культуры. Там мы и проведем наше свободное время. Что будет с нами после смерти? Во что превратится тело? И можно ли дать ему вторую, пусть и не человеческую жизнь? Сегодня мы можем выбирать, как завершить наш земной путь. Придать ли себя земле или огню? Развеять прах, запустить его в космос и даже превратить его в бриллиант. В Новосибирском историко-художественном музее смерти предлагают подумать над вечными вопросами человечества. Здесь хранятся экспонаты конца XIX – начала XX века, посвященные похоронным обрядам, традициям, связанным с уходом из жизни. Урны, надгробия, скульптуры, фотографии – это мировое ритуальное наследие и результат 30-летнего коллекционирования Сергея Якушина, основателя музея. Вот, к примеру, самый первый зал, с которого все и началось. Он рассказывает нам о кремации. Она была основным способом захоронения в античности. Огонь считался порталом в мир богов. Здесь представлен прах разной фракции. Из печи извлекаются осколки костей. Их остается от 3 до 5 килограммов от каждого человека. Кости – это углерод с некоторыми примесями, потому что только он переживает температуру в 800 и выше градусов при горении. Здесь мы видим настоящий человеческий череп. Это одна из родственниц, владельца нашего музея, Сергея Борисовича. Она была настолько поражена, что он довел дело до конца и попросила выставить свой череп как пример. На этом черепе написана эпитафия. Дело в том, что дед Сергея Борисовича побывал в немецком плену и ухаживал за кладбищами в Германии и читал много разных надписей. Одна ему запала в душу, и ее русский перевод вы здесь видите. Я был таким, как ты, а ты будешь таким, как я. Чтобы понять, как меняется представление человека о похоронной культуре, с течением времени нужно заглянуть в зал траурной моды, которая привнесла в общество свой уникальный язык, позволяющий скорбеть стильно. То была эпоха романтического трагизма. Все началось с королевой Виктории. Именно она стала законодательницей траурной моды после смерти своего любимого мужа, принца Альберта. Перчатки, зонты, веера, роскошные платья. В XIX веке вдовы были одеты с иголочки, и каждая деталь их образа была тщательно продумана. Похороны позволяли продемонстрировать статус и материальное положение. Существовал и особый траурный этикет. Так креповые вуали были необходимы, чтобы скрывать слезы. Показывать свои эмоции тогда считалось неприличным. А вот, к примеру, специальные булавки для шляпок, украшенные перьями и камнями, их использовали для крепления головных уборов к волосам. В XIX веке вот такая шляпная булавка могла быть длиной до двух метров. Представляете? Но еще интересная пикантная подробность. Девушки иногда эти шляпные булавки использовали не по назначению. Если к даме подходил мужчина, который был слишком навязчив, дама могла снять эту шляпную булавку, уколоть мужчину, тем самым показав ему дистанцию. Шляпная булавка могла стать и орудием убийства. Нередко к шляпной булавке крепили послание «Тебе неверный». Так женщины мстили своим мужьям. Одни из самых необычных экспонатов – украшения из прядей волос умерших. Кольца, броши и колье. Многие женщины XIX века стремились подражать королеве Виктории, которая носила памятные броши с волосами принца Альберта. В музее говорят, что главная цель выставок – показать, что рефлексировать на тему смерти можно по-разному в контексте других культур. А сами выставочные пространства – это круговерть смыслов. И на протяжении всей истории человечества сталкивалась с одними и теми же вызовами – утратой, горечью, страхом и одиночеством. Но все-таки всегда стремилась ответить на них с помощью искусства, создавая вечные символы мемориальной эстетики. Прежде никогда не создавалась экспозиция, которая охватывала всю историю пакета от зарождения до наших дней. И наша задача заключалась в том, чтобы проследить, как образ человека меняется во времени и пространстве. А экспозиция охватывает 4,5 тысячи лет. Портрет – это образ времени. И изучение его дает очень много для понимания не только искусства, но и для понимания человека. Вот это разнообразие материалов, разнообразие техник, разнообразие видов и, самое главное, широкий хронологический диапазон позволяет нам представить историю развития портретного жанра в мировом искусстве. Мы смогли сделать потрясающую выставку, вторую выставку в центре «Интарский Сибирь», которая позволяет прикоснуться к циклопедиям, к тем вещам, которые видим в учебниках, к тем вещам, которые мы должны видеть здесь, в Омске. В этом была задумка «Центра «Интарский Сибирь» – видеть то, что видим только в столицах. Поэтому вот сегодня очередной большой шаг, наприк тому, чтобы Омск стал культурной столицей. Он есть культурная столица. Там герметаж, там культурная столица. Проходя по выставке, я чувствую гордость за Омск. Фил, Фил, ты здесь? Это Мэри Мэр, ты из бухгалтерии. Я хожу за тобой уже много дней. Просто хочу сказать тебе, что безумно тебя люблю. Так почему ты не хочешь признать мое существование? Фантазия этого героя, она куда шире, чем помещение комнаты 4х4, например. И его воображение, то есть рисует эту любовь не только его с девушкой, но и в окружающей атмосфере. Существует только то, что воспринимает конкретная душа. Вот и я в соответствии с реалиями своей души могу немного изменить гениальный постулат ДК. Я любил, следовательно, существует. Мы не конкретные люди, мы его чувства, его отношение к миру, которое показано через нас. Почему со сцены театра так часто говорят о любви? Как актеры вносят свои коррективы в постановку и почему современный зритель так любит комедию? Обо всем этом мы поговорили с режиссером-постановщиком Андреем Кореновым и актером 5-го театра Егором Лебакиным. Андрей, сначала к вам вопрос. Расскажите, как вы нашли эту пьесу, почему остановились на ней? Я искал для постановки в 5-м театре комедию. Мне хотелось, чтобы это была современная комедия. Я прочитал несколько пьес, и вот эту пьесу мне посоветовал московский режиссер Павел Зобнин, который сейчас тоже ставит в Омском театре драмы. Я ее прочитал, и она мне показалась как раз подходит для труппы 5-го театра. Здесь есть кому ее играть, и самому мне тема этой пьесы показалась интересной. Егор, расскажите немного о своем герое. У вас главная роль. Вашего героя зовут Филипп, как я понимаю. Кто он и похож ли он на вас в жизни? Фил, бакалавр философии. Начнем с этого. Это, мне кажется, главное в нем. Интересен он, конечно, тем, какие события с ним происходят, что в какой-то момент он выпадает за грани, можно сказать, человеческого какого-то восприятия реальности, и пытается в этом существовать, и выйти из этого, и проявить себя, чтобы его воспринимали люди, увидели. Ну и не скажу, что мы с ним особо, может, похоже. Хотя, может, и похоже. Не знаю. Вы когда вот впервые прочли свои реплики, сценарий, вы как отнеслись к своему герою? Как его восприняли? Нормально я его воспринял. Каким он вам показался? В какой-то мере немного бунтарем, мне кажется. Что вот он идет немного против вот этой системы. Что в этом мире, в мире этой пьесы заложено. Он ведь влюблен, да, я так понимаю, по сценарию. Почему вообще со сцены театра так часто говорят о любви? А о чем еще говорить? Это самое главное – любовь. Без любви ничего не может быть. Ни театра, ни любой другой работы, ни вашей, ни нашей. Без любви не может вообще никто существовать. Все происходит из-за любви. Как-то актеры помогли вам в постановке? Может, внесли какие-то свои коррективы, какую-то свою изюминку в спектакль? Я вообще, когда ставлю спектакль, стараюсь понять артистов, с которыми я работаю. И мне кажется, это очень важно. При распределении понять, какие они. И потом в работе, чтобы артисты вносили что-то свое в спектакль. Потому что мне не очень интересно делать спектакль в одиночестве, в гордом. Я знаю, иногда можно что-то придумать и начинать ставить. Мне интересно, когда что-то приходит от артистов в спектакль. Мне кажется, это всегда придает какой-то новый интерес для меня. Потому что все, что я придумал, я уже, собственно, сам знаю. Ну и в какой-то момент мне уже это понятно и становится скучновато от того, что... А артисты всегда вносят что-то неожиданное для меня. И в интонациях, и в отношениях, и в проявлениях. То есть то, чего я в пьесе не угадал. То, чего я не почувствовал. Все же люди разные. И все чувствуют немножко проблемы по-разному. И вот это, мне кажется, очень интересно. Когда каждый артист вносит и свою проблематику, и свой темперамент, и свой юмор в пьесу. Для меня это очень важно при постановке спектакля. Это комплексная работа всех членов команды. Тут и артист играет в этот момент, и мизансцена должна нам подсказывать. Да и атмосфера вокруг, и свет, и музыка. И все должно одновременно включиться в спектакль. И вот это все найти, обнаружить, бывает очень сложно. Сразу так, с первого раза. Есть разные моменты. Какой-нибудь попроще. Один из героев делает предложение, например, девушке. И тоже мы не сразу поняли, как он это делает. Потому что он вроде как... У него есть еще мотивы, помимо этого предложения, скрытые. Да, и мы долго искали, как сделать так, чтобы и девушка не догадывалась, что у него есть скрытые мотивы. Как бы я и... И зритель тоже путался иногда. Как бы по-настоящему он не по-настоящему это делает. Как бы в итоге там и музыка как-то, и мизансцена, все это вот вместе складывается в сложную достаточно конструкцию, чтобы зритель был заинтригован происходящим. То есть эта постановка удивит зрителя? Ну, во-первых, пьеса, она, по-моему, второй раз ставится в России. То есть это уже зрителю будет интересно, потому что он не знает, чем это закончится. Это не Ромео и Джульетта. Да, там, где известен финал, здесь никто из зрителей не будет знать, что его ждет через две минуты, какой поворот. А тут как бы интриги прячутся везде, да, что-то происходит. Потом мы, конечно, внесли тоже туда какие-то свою фантазию. Я думаю, зрителю будет чем заниматься на этом спектакле, зачем наблюдать и, да, не только удивляться, он там и радоваться, может и грустить где-то и сопереживать персонажем. Это некое такое театральное действие, где стоят те или иные предметы, и вдруг ведут такую незримую нам, которую мы не слышим, да, вот этот какой-то там диалог между собой, между предметами, какие-то вот такие отношения. А мы только вот наблюдаем и пытаемся вслушаться в эту тишину. Потертая лейка, чайник, примус и даже обычный стул. Казалось бы, совершенно разные предметы вступают в разговор на полотнах сибирского художника Валентина Теплова. Отразить красоту бытового предметного мира и услышать его звучание. Почти 40 работ из мастерской красноярского графика представлены на выставке «Слушая тишину» в Либеров-центре. Художник достаточно хорошо известен в Сибири, не только в Красноярске. Но вот, пожалуй, в таком объеме мы представляем его в нашем городе впервые. Поскольку натюрморт как жанр – это вообще история экспериментов с формой, но есть предметы, которые действительно очень проявлены. Некоторые из них иллюзорны, к которым хочется прикоснуться. Они хрупкие, изящные, они могут упасть, они могут разбиться. И каждый предмет, посмотрите, он говорит нам. И не только об ушедшей эпохе. Он выражает саму суть материальных предметов. Картины сибирского мастера можно встретить в частных коллекциях по всему миру. Работая в технике сухой пастели, Валентин Теплов уводит зрителя от предметного мира в мир иллюзорный и зыбкий. Став ненужными, на полотнах художника вещи превращаются в атрибуты искусства. Услышать, как звучит предметный мир сибирского мастера, можно в музее до середины января. Застывшие образы прошлого мягкие на ощупь погружают в беззаботное детство, пробуждая волшебные воспоминания. В прошлом учитель, а теперь мастер ватной игрушки Татьяна Кугаевская, в домашних условиях научилась создавать новогоднюю ретро-моду. Ее волшебство держится на обычной проволоке и вате. Я начала не сразу ватными игрушками заниматься. То есть, наверное, лет 5 назад я вообще увлеклась рукоделием, начала с декупажа, потом я стала шить текстильные куклы. А потом в интернете сидела и наткнулась на ватные игрушки. Начала пробовать. Первые игрушки были, конечно, очень смешные, но мне на тот момент казалось, что они такие классные, что они такие красивые. У меня их нет, у меня их все кому подарила, где-то их приобрели. Вот, ну и если сравнить, допустим, какие я сейчас делаю игрушки, какие были 3 года назад, это, конечно, разница большая. В первую десятилетку советской власти и елка, и сам Новый год считались пережитком буржуазного прошлого. Празднование с возможностью наряжать пушистую красавицу вернулось в советский быт только в 1936 году. Тогда люди вновь вспомнили о новогодних украшениях. В СССР было решено наладить их массовое производство, но из-за дефицитности сырья стеклянные игрушки многим были не по карману. Поддержала праздничное настроение мягкая и податливая вата. Украшения из нее создавались вручную и отличались долгим сроком службы. Если учесть, то сейчас игрушки, которые, допустим, наши современные мастерицы делают, то они очень прочные, ну, я не буду загадывать, но лет 50-60. То есть она может прослужить, ведь ее можно как бы и передавать из поколения в поколение, в принципе, что как бы традиция, вот подарить игрушечку на Новый год. Почему людям сейчас нравится ватная игрушка? Я бы сказала, что она даже, наверное, на пике сейчас какого-то своего развития, потому что, ну, это ностальгия по Советскому Союзу, потому что, как правило, вот ватные игрушки, они, это вот малыши, вот одежда, там шапочки у них, вот это все такое, это все вот из тех времен. И поэтому как бы люди, особенно уже, скажем так, старшее поколение, если они видят, они очень умиляются и прям им нравятся ватные игрушки. В точности воспроизвести советскую технологию создания ватной игрушки сегодня сложно. А даже если удастся, игрушка все равно не будет той самой, но это и не нужно. Задача у современных мастеров другая – воссоздать образы и атмосферу уютного прошлого, когда от украшений веяло теплом, добротой и оптимизмом, а сама елка была главным праздником года. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok